Добрый вечер в эфире итоги дня в студии из Лиха Сулеймана Алмаса Шим. Здравствуйте. Уже завтра казахстанцы отпразднуют 29 годовщину независимости. 16 декабря 1991 года Казахстан стал суверенным государством. Накануне праздника соотечественником обратился первый президент Нурсултан Назарбаев. Ельбасы напомнил о том, как происходило провозглашение независимости, сколько сделано за почти три десятилетия и сколько еще предстоит сделать. Айгуль Адилова расскажет об итогах и о том, что стало стимулом для работы Ельбасы на посту первого президента Казахстана. Свободный полет, вопреки всем ветрам и бурям, и даже когда турбулентность захватывала в свои тиски, удавалось выстоять, выдержать и продолжать дальше парить вверх. Казахстан на пороге 30-летия независимости страны. Потомкам великих предков удалось осуществить их многовековую вечту. Ельбасы об историческом повороте, главном священном для народа. В голубое небо над просторами великой степи гордо взвился золотой орел, символ наших устремлений в будущее. Счастлив, что именно на долю моего поколения выпала эта честь возродить государственность казахской нации. Благодарен судьбе за этот бесценный дар быть в это сложное время вместе с моим народом, моими друзьями и соратниками. Непростое время на заре независимости, когда обрывались прежние крепкие связи, экономика оказалась в разрухе, а народ не видел будущего. Делалось все возможное, чтобы встать с колен. За эти годы пройден путь, на который у других государств уходили в века. Благодаря сплоченности народа построено сильное, независимое и процветающее государство. Заложенные основы новой государственности стали фундаментом для строительства сильного, независимого и процветающего Казахстана. Я горжусь тем, что именно мне выпала великая честь возрождения и становления страны. Это стало возможным благодаря поддержке нашего народа. Без этого мы не смогли бы создать сегодняшний Казахстан. И каждому из вас я адресую слова своей искренней благодарности. Мы прошли тернистый путь, и нашей наградой стала жизнь благополучным, процветающим государством, где во главу угла поставлены мир, стабильность и наше единство. У руля большого тернистого пути с первых его шагов был первый президент Казахстана, чьи политическая воля, колоссальный труд во имя благонарода и готовность к любым испытаниям сыграли историческую роль в становлении страны и авторитета на мировой арене. Спасибо всем вам за вашу безграничную поддержку, высокое доверие, которое вы все эти годы оказывали мне. Они были лучшим стимулом для моей работы на посту первого президента Казахстана. Закрыт один из крупнейших ядерных полигонов мира. Сняты все вопросы по границе. Казахстан – единственная страна в регионе, имеющая четко очерченные рубежи со всеми соседями, что исключает любые сценарии столкновений. Казахстану предрекали катаклизмы и катастрофы, экономический коллапс и конфликты. Но вопреки всем мрачным прогнозам и испытаниям, стране удалось выстоять, окрепнуть и быть готовой к новым свершениям. Именно воля, вера и ответственность за судьбу государства объединили нацию. Сегодня же мы сплочены так, как никогда ранее в своей истории. Нас объединяет наша ответственность за судьбу страны, энергия созидания и любовь к родной земле. Единство народа позволяет нам максимально эффективно преодолевать любые выпавшие на нашу долю испытания. И пока мы бережно храним эту главную ценность нашей независимости, история наших побед будет продолжаться. Страна продолжает двигаться вперед, совершая свой высокий и беспрерывный полет. И чтобы быть впереди, важно помнить о священном прошлом, где на алтарь свободы положены жизни и подвиги великих предков. За одну цель и мечту – независимость казахского народа. И сегодня ответственность каждого гражданина молодой страны – сохранение и дальнейшее укрепление государственного суверенитета. Айгуля Дилова при поддержке телерадиокомплекса президента. Итоги дня. Новый пакет реформ, которые придадут импульс демократическим преобразованиям в Казахстане, представят уже в начале следующего года. Об этом накануне заявил президент страны. По словам Касым Жомар Токаева, предстоящий год станет для казахстанцев рубежным. Он пройдет под знаком 30-летия независимости республики. Ну а пока об итогах нынешнего 2020-го. С какими достижениями завершаем и как стране удалось ответить глобальным вызовам, расскажет Айгуля Монтаева. Предстоящий год станет для нас рубежным. Он пройдет под знаком 30-летия независимости нашей Родины. Это время для подведения итогов, осмысления пройденного пути. Мы отметим эту важнейшую для нашего народа дату конкретными делами и новыми проектами. Мы уйдем от формата громких акций и пафосных мероприятий. Прагматичность и экономность должны стать главными принципами на будущее. Уверен президент, а то, что важнее здоровья ничего нет – основной урок, который казахстанцы усвоили во время пандемии. И как показала реальность, без пышных свадеб и других торжеств вполне можно обойтись. Мы должны перейти к реализации конкретных проектов, реализации конкретных идей, которые конкретно помогут каким-то категориям наших граждан. Год 30-летия независимости не должен пройти под знаком каких-то ситуативных мер, тушения каких-то социальных пожаров и так далее. Мы должны думать и на большую перспективу. Очень важна социальная поддержка всех слоев населения, особенно тем, которые нуждаются, потому что, еще раз повторюсь, ситуация довольно сложная. Меньше красивых слов, больше содержания. Уже как кредо президента Токаева и чествую казахстанцев, получающих госнаграды в канун главного праздника страны, вновь это доказал. После лаконичного поздравления четкие планы на перспективы. В их центре традиционно люди и их благополучие. Госаппарат готовит новый пакет реформ, который будет представлен уже в начале следующего года. А пока о том, с чем страна завершает 2020. Сложный, драматичный, нестандартный. Построены больницы в кратчайшие сроки, налажены поставки масок и лекарств. А сейчас вовсю идет работа по созданию отечественной антиковидной вакцины. Врачи, полицейские, учителя, бизнесмены. Решение господдержки пришлось принимать молниеносно. В беде никого не оставили. Решение господдержки. Для поддержки врачей, находящихся на передовой в борьбе с коронавирусом, выделено около 200 миллиардов тенге. Мы приняли новую государственную программу развития здравоохранения до 2025 года. На ее реализацию запланировано более трех триллионов тенге. В течение следующих трех лет в правоохранительных структурах и армии будут увеличены финансовые выплаты в среднем на 30%. Выросла заработная плата у представителей сферы культуры и искусства на 50%. У врачей на 30%. У педагогов на 25%. Всеми силами пытались помочь бизнесменам. Отсрочки по кредитам, налоговые каникулы. Общий объем поддержки больше полутора триллионов тенге. Это позволило сохранить объем выпуска продукции на 8 триллионов тенге. Было создано более 200 тысяч рабочих мест. Отечественные компании получили государственные заказы на сумму около 500 миллиардов тенге. Таким образом, к 2025 году доля малого и среднего бизнеса в валовом внутреннем продукте должна достигнуть 35%. А еще вирус дал понять, что пора менять сырьевую модель экономики. Об этом вообще говорят последние несколько лет, и пандемия показала – медлить больше нельзя. Эксперты предлагают ускорять работу, менять сырье или перестраивать технологические цепочки. Эта модель связана на построение экологичной экономики. И эта модель требует пересмотра всех экономических отношений между субъектами, пересмотра всех производственных отношений, поскольку модель, базирующаяся на бездумном потреблении, уходит в прошлое, и в настоящее время формируется модель осознанного потребления. Впрочем, каких бы вливаний не получила экономика из сферы, которые требуют поддержки, самое главное – разумность и контроль. Бездумных трат больше не допустят. Выделенные огромные средства будут находиться под жестким контролем, чтобы не допустить их нецелевого использования. Предстоящий год сулит работу над ошибками, новые смелые задачи и обязательно веру в светлое будущее. Уверен, в будущем потомки по достоинству оценят наши усилия. Айгули Монтаева, Дулат Янтибеков при содействии телерадиокомплекса президента «Итоги дня». На имя президента Казахстана продолжают поступать телеграммы и письма от глав иностранных государств и руководителей международных организаций по случаю Дня независимости. Президент Германии Франк Вольтерштайнмайер от имени своей страны от себя лично поздравил президента Казахстана, заверив, что Германия и дальше будет оставаться надежным партнером нашей республики. Сложившиеся добрые отношения будут способствовать и расширению сотрудничества с Австрией. Об этом написал ее президент, пожелав казахстанцев благополучия. Теплые слова с пожеланиями мира и солидарности направил папа римский Франциск. Поздравительные телеграммы также поступили от короля Нидерландов, генерал-губернатора Канады, премьер-министров Малайзии, Таиланда и других политических деятелей. Казахстанцы стали больше покупать товары made in казахстан. Их производство в этом году выросло на 2,5%. Больше всего спросом у населения пользуются продукты питания, стройматериалы, одежда и мебель. Как итог, снижается доля импорта, отметил министр нациэкономики Руслан Даленов сегодня на заседании правительства. По его словам, такая динамика импортозамещения наблюдается последние три года. Существенный рост выпуска готовой и обработанной продукции идет благодаря программе «Экономика простых вещей». Количество проектов в этом году выросло с 900 до 2600 проектов, а их сумма с 216 миллиардов тенге до 700 миллиардов, отметил премьер-министр Аскармалин. Сегодня стало известно, кто представит политические партии на теле. О дебатах в Центре Сбиркоме утвердили состав участников и приняли проект постановления о проведении дебатов. Прямая трансляция дискуссий состоится на телеканале Хабар 30 декабря. Эфир будет длиться 1 час 20 минут. Пройдут они в три раунда. Спикеры подискутируют об экономическом развитии Казахстана, социальном благополучии граждан и обратятся к избирателям. Кроме того, Центральная избирательная комиссия утвердила сроки выдачи открепительных удостоверений. Получить их должны казахстанцы, которые не смогут 10 января проголосовать по месту жительства. Выдавать документы избирателям будут с 26 декабря. Если, допустим, гражданин из района уезжает в областной центр, то в областном центре голосование не ведется по его избирательному округу, а избираются депутаты городского маслехата. Что касается возможности дистанционного голосования, то, к сожалению, и к нашему в том числе, и к сожалению, наверное, многих избирателей, в настоящее время это не предусмотрено конституционным законом. О ситуации с коронавирусом в стране. За минувшие сутки ковид подтвердился еще у 661 казахстанца. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло почти 143 тысяч. И о том, как будут работать торговые центры столицы в предстоящие выходные, рассказали в Комитете санэпидконтроля. В праздничные дни график работы продлен до 11 вечера, в субботу ограничен до 8, в воскресенье все ТРЦ будут закрыты. Отмечается, что под запретом деятельность аттракционов, детских игровых площадок, кинотеатров и фудкортов, расположенных внутри торгово-развлекательных комплексов. Общественный транспорт будет курсировать в обычном режиме до 23 часов. При этом в Комитете призвали воздержаться от посещения магазинов, рынков и других общественных мест, во избежание скоплений людей и роста заболеваемости коронавирусом. Приятные сюрпризы получили водители, въезжающие через блокпосты в Павлодар. Местные волонтеры вместе с работниками городского акимата поздравили их с Днем независимости и вручили символические подарки. Государственный флаг в миниатюре и шоколадки в Казахстан. Напомню, накануне эпидситуация в Павлодаре улучшилась. Город вернулся в желтую зону, однако блокпосты по периметру областного центра продолжают работать. Передвижения жителей ограничены. В наступающем Днем независимости Казахстана возьмите пожарки и шоколадки. Желаем всего хорошего, счастья, здоровья. Даже небольшого подарка, а настроение поднимается. Я думаю, не только у меня, но у всех проезжающих через этот пуст. У всех жителей поднимается настроение, и появляется надежда, что у нас в Казахстане будет все хорошо, что мы справимся с этой пандемией, и никто у нас болеть не будет. Всех хочу еще раз поздравить с этим праздником, пожелать всем здоровья, счастья. Берегите себя, берегите близких. А вот в Европе, опасаясь вспышки коронавируса, из-за праздников к Рождеству усилят ограничения. Тем временем число инфицированных в мире приблизилось к отметке в 73 миллиона. Во Франции в рамках борьбы с пандемией с 15 декабря начал действовать комендантский час с 8 вечера до 6 утра. Этот режим распространится и на новогоднюю ночь. Кинотеатры, театры, музеи не откроются 15 декабря, как планировалось раньше. А будут закрыты еще три недели до 7 января. К примеру, министр Нидерландов вел новый жесткий пятинедельный карантин. С сегодняшнего дня и до 19 января закроются все второстепенные магазины, а также парикмахерские, музеи и театры. Со среды все школы и университеты должны будут перейти на дистанционное обучение. Также граждане стран, не входящих в шенгенскую зону, по прибытии в страну должны будут предъявить отрицательный тест на коронавирус. В Германии до конца лета следующего года могут быть привиты порядка 60% жителей. Об этом заявил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан. Правительство нацелено одобрить вакцину до Рождества и начать вакцинацию до конца года. Всемирная организация здравоохранения отмечает, что вакцинация 60-70% населения достаточно для эффективной победы над пандемией. Хакеры получили данные фармацевтической компании «Модерна». Кибератака была произведена на Европейское агентство по лекарственным средствам. Злоумышленникам удалось получить доступ к документам, связанным с предварительными переговорами о кандидате на вакцину от COVID-19. Однако среди данных не было личной информации об участниках исследования. Более чем в два раза сократилось количество ветхих и сомнительных банкнот, поступающих в Национальный банк Казахстана. Специалисты связывают это с карантином и большим объемом безналичных платежей. Однако что делать, если в результате ЧП или неосторожного обращения ваши купюры пришли в негодность? Мы расскажем о том, где и как обменять поврежденные деньги и нужно ли за это платить. Чтобы получить взамен поврежденных купюр или монет нового, необходимо обратиться в любое отделение банка второго уровня или филиал Национального банка. Обмен и экспертиза поврежденных банкнот и монет совершенно бесплатная и не занимает много времени. Кассир-эксперт осматривает и следует деньги, если у него не возникает сомнений в их платежности и подлинности производит обмен. К платежной банкноте относятся банкноты, которые сохранили не менее 70%. Ее могут вам сразу обменять. Если менее 70%, то она относится к сомнительным банкнотам и направляется на экспертизу филиал Национального банка. Сумма для обмена не ограничена. При этом не все поврежденные банкноты подлежат обмену. Склеенная из множества кусочков, к примеру, подлежит детальному анализу. Иногда эта процедура занимает до 30 рабочих дней. Нам поступают на экспертизу всевозможные банкноты, которые оцеревшие, горелые банкноты, порванные банкноты. Все эти банкноты мы по всем фрагментам собираем их и восстанавливаем. Если она менее 50%, то она не подлежит обмену и относится к неплатежным банкнотам. Ее уничтожает Национальный банк. С начала года Национальный банк Казахстана уже обменял казахстанцам 972 из принятых 1727 сомнительных банкнот и монет. А вот в прошлом году финрегулятор обменял куда больше купюр. Алина Фараджан, Алибек Алиев, итоги дня. Компания ERG снижает эмиссии в окружающую среду. На предприятиях реализуется экологическая стратегия. Масштабная программа охватит каждый производственный объект евразийской группы. Только в алюминии Казахстана планируется инвестировать около 60 миллиардов тенге. Это снизит выбросы твердых веществ в атмосферу на 73%. На Палдорском алюминиевом заводе планируют реконструировать все электрофильтры печей цеха спекания. Проект рассчитывают реализовать поэтапно в течение 10 лет. Первый электрофильтр уже заменили на более эффективный. Это идеальное решение для преобразования существующей системы электростатистической фильтрации в гибридном фильтре. Без значительных затрат. Эффект от реализации данного проекта превысил все ожидания, что значительно позволит снизить экологическую нагрузку на регион. Алюминий Казахстан – единственное в стране предприятие, применившее подобный принцип газоочистки. Его особенность в том, что он сочетает в себе технологию электростатической очистки и последующей очистки через фильтрующий материал рукавных фильтров. Проще говоря, пыль, прилипшая к наружной поверхности фильтра пакета, после регенерации удаляется из бункера с помощью шнековых конвейеров. Их производительность – 30 тонн в час. Планируется снижение объема эмиссий в окружающей среду более 2,5 тысяч в год. На данный момент, после реконструкции электрофильтра номер один, объем выбросов в атмосферу снизился порядка 2 тысяч тонн. Реконструкция электрофильтров – это часть экологической стратегии компании ERG по минимизации воздействия предприятий группы на окружающую среду. На Палдарском алюминиевом заводе планируют заменить 14 электрофильтров. Экологи ожидают, что объемы эмиссий в атмосферу снизятся до 10 тысяч тонн в год. Предприятие и сейчас не превышает установленный ПДК, но благодаря фильтрам значительно снизит разрешенный объем и достигнет уровня европейских стандартов. Ербулавиш и Самат Аспанов из Паладара. Итоги дня. 57 карагандинцев накануне Дня независимости стали обладателями орденов и медалей. А также почетных званий и грамот. Высоких наград жители области удостоились за трудовые достижения и за личный вклад в развитие экономики, социальной сферы, культуры и образования. Марина Золотарева побывала на этой церемонии награждения. Награждение карагандинцев проходило в разных форматах. В драмтеатре имени Сакена Сейфулина состоялось вручение орденов. Первым был объявлен обладатель самой высокой и единственной награды Золотой звезды и Ордена Отечества ОТАН. Звание народной герою достоился исполнительный директор градообразующей компании региона Вадим Басин. Это очень высокая награда, поэтому эмоции переполняют. Промышленность – это каждодневный тяжелый труд большого коллектива. Я понимаю, что эта награда не мне, это награда не только казахстанская магнитная, но и металлургов, шахтеров, перняков, всех компаний, которые работают на территории Республики Казахстан. В зале собрались не только крупные промышленники и ветераны труда, но и шахтеры, фермеры, слесари и трактористы. Для многих из них это первая награда, поэтому они не могли сдержать эмоции. Первый раз в жизни это произошло. Никогда не было такого. Всегда по телевизору смотрел, как награждают. Я работаю механизатором, так и кружусь с 1986 года. Дети тоже по стопам со мной пошли. Также механизаторами работают. Еще одна церемония награждения состоялась в здании областного акимата. Врачам, волонтерам, учителям и общественникам вручили медали, почетные грамоты. Наша общая цель – это создание открытого, сильного, надежного государства, в котором каждый гражданин может добиться успеха честным трудом. Этот год был объявлен годом волонтера. Казахстанцы подтвердили незыблемость духа нации, продемонстрировали единство и сплоченность, заботу о близнях. Ордена вручили 16 каргандинцам. Медали Ирена Янбегеушин и Шапагат удостоились 27 жителей области. Марина Золотарева, Сайла Уигельков. Итоги дня Карганда. Патриотический челлендж «Мой флаг, моя родина» прошел сегодня в Кокштау. Жители города вывесили на балконах своих домов государственный флаг, а по улицам проехала колонна машин с главным символом независимости Казахстана. Свой патриотизм и любовь к родине кокштауцы выразили и в тематическом флешмобе. Инициатором мероприятия выступил Дом дружбы. Со слов организаторов, автоклубы города часто проводят подобные патриотические акции. Особенно активно в них принимает участие молодежь. В преддверии празднования Дня независимости Республики Казахстан мы организовали в честь этого праздника автопробег с нашей молодежью. Так как молодежь – это наше будущее. И решили тем самым показать, что не только возрастное поколение помнит становление Казахстана, но также и нынешняя молодежь. Патриотическую акцию организовали в Павлодаре. Школьники нарисовали государственный флаг Казахстана и выставили его в окнах. Во флешмобе участвовали почти 20 тысяч детей и 2,5 тысячи педагогов. Таким образом, учащиеся и учителя, которые сейчас обучаются дистанционно, проявили солидарность в честь Дня независимости. А взрослые говорят, это укрепляет дух патриотизма и возвышает любовь к родине. Акция «ТУ МИНЫМ ОТАНУМ» в Павлодаре продлится до 18 декабря. Организаторы надеются, что школьную инициативу поддержат взрослые, и весь город запестрит казахстанскими флагами. Мы, родители, активно участие принимаем в этой акции всей семьей. Этим мы проявляем свою высокую гражданскую позицию, свой патриотизм и любовь к родине. Все наши учащиеся учебных организаций рисовали флаги нашей республики своими руками, вывешивали на окнах, как вы видите, сегодня в данном доме, в данном микрорайоне, все окна украшены нашим флагом, флагом республики Казахстан. В Усть-Каменогорске накануне Дня независимости открылась новая выставка в этнографическом музее. Только вместо полотен именитых художников в ней представлены картины детей. Зрители теперь могут своими глазами увидеть результаты областного конкурса «Цвети мой Казахстан». Он проводился среди школьников от 6 до 16 лет и наглядно показал патриотизм юных авторов. Любовь к родине видна в каждой работе, передает Анель Исимбердина. Целый месяц творческих мук, поисков музы и большого труда. Именно так оценивает свое участие в конкурсе «Цвети мой Казахстан» школьники региона. Результаты завораживают, отмечают организаторы. Каждая работа здесь уникальна. Представлены самые разнообразные техники. Волоко, валяние, живопись, гобелены, прикладное искусство. Видно, что дети очень серьезно отнеслись к конкурсу. Сказывается и тот факт, что школьники в условиях онлайн-занятия уже просто соскучились по творчеству. Управление образования области считает, что главная задача учебной программы не только дать знания, а разносторонне развить детей. И карантин этому не помеха. Конкурс вызвал большой интерес у детей. Были направлены более 160 работ наших детей. И мы в этих работах видим всю историю становления независимого Казахстана. Алые маки в степи из войлока, картины, написанные красками, мозаикой зеечной скорлупы. Работы школьников высоко оценили профессиональные художники. Поэтому и первых мест сразу несколько. В том числе среди лучших. Гобелен Газизы Коныбек. Девочка передала в нем все оттенки родной природы. Мне нравится эта техника, потому что в работе можно использовать нити разных цветов и оттенков. Кобелене нити переплетаются и создают ощущение пространства и объема. Наша природа неописуемо красивая. Все победители теперь получат призы и дипломы, а их работы останутся в фондах музея. Анна Лисенберзина, Жигир Паваканов, Усть-Каменогорск. Итоги дня. Яркую и увлекательную сетку вещания для своих зрителей подготовил телеканал Хабар в предстоящие дни. Завтра с 9 утра стартует телемарафон в честь Дня Независимости. Праздничную атмосферу создадут корреспонденты из разных регионов страны ближнего и дальнего зарубежья. Телемарафон на Хабаре стартует ежегодно в канун Дня Независимости. Особенность этого года – нестандартная подача. Сразу три творческие команды расскажут о ключевых событиях за годы суверенитета страны. Каждое интервью – эксклюзивное. Из первых уст о становлении молодого государства, первых шагах на мировой арене и первых победах расскажут те, кто вместе с первым президентом страны создавал новейшую историю Казахстана. Уже в полдень. Завтра в прямом эфире Хабара стартует один из полюбившихся казахстанцам телепроектов «Унер Барсы». Известные представители казахстанского шоу-бизнеса сразятся в национальной игре «Казахша-курес». Кстати, это один из самых рейтинговых проектов телеканала. Продолжит марафон большой праздничный концерт. Телезрители смогут насладиться творчеством Розы Рымбаевой, Алишера Каримова, Мадины Садвакасовой, Мадисы Сдыкова и многих других звезд отечественной эстрады, а также увидеть выступления артистов «Астана-балет». Покажет Хабар и документальный фильм о жизни и творчестве Биби Гультулигеновой. 16 декабря оперная певица празднует свой день рождения. За последний год в области зарегистрировано более тысячи случаев лучевой болезни. Праздничные дни. Телеканал Хабар порадует своих зрителей еще множеством новых проектов. Среди них и шестисерийный сериал о закрытии Семипалатинского ядерного полигона. Примера политического детектива «Полигон» состоится 17 декабря в 21.40. Покажет Хабар и очередной выпуск «За что я люблю Казахстан и казахстанцев». Проект о невыдуманных историях о героях нашего времени. Над киноновеллой работали глава агентства Хабар Ирлан Бехожин и известный сценарист Бахыт Килибаев. Динара Жамбатырова, Алина Параджан. Итоги дня. Сразу после новостей в 21.40 в эфире нашего телеканала смотрите продолжение документального фильма о Ельбасе. Автор картины «Штрихи к портрету» журналист агентства Хабар Айгулядилова. Картина раскрывает ранее неизвестный зрителю грань личности первого президента. Многосерийный документальный фильм основан на эксклюзивном интервью Ельбасе. Нурсултан Назарбаев в деталях расскажет о том, что ранее было неизвестно. Здесь могла быть такая чехарда. Группа людей решила захватить Акимат. Вопрос был такой. 50-50. Надо было тогда вооруженные силы подключить, чтобы их ликвидировать. Мы на этом закончим. До свидания. До встречи в эфире завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова